итак почему мы обсуждаем эти три ну биткоин это блю чип криптовалюты по сути он был первым и он прошел проверку временем да уж коин потому что у него было поразительное ралли недавно он во всех новостях и также потому что он все же показал себя лучше чем биткоин недавно из золота в основном из за этого твита питера шифа примерно сутки назад пока что в 2021 он говорит биткоин потерял 97 процентов своей ценности по сравнению с доучкой нам рынок свое сказал доучкойн пожирает биткоин все памперы биткоины которые заявляют что биткоин лучше чем золото потому что его цена выросла сильнее чем у золото должны принять что доучкойн лучше чем биткоин и так если вы не знаете кто такой питер шиф он огромный бык по отношению к золоту и он постоянно шмарил биткоин в течение нескольких лет и так давайте это разберем честным образом мы не будем просто рандомно создавать твиты и не подкреплять их данными это основные на данных канал так что что мы сделаем мы подкрепим это данными во первых мы посмотрим именно на то о чем он говорит и покажем что он на самом деле прав доучкойн действительно последнее время показывает себя лучше чем биткоин если вы измерите это от начала 2021 если измерять от начала 21 доучкойн пошел на невероятное ралли а у биткоина были более методичные движения наверх даже не близко к тому что переживает доуч опять же вы должны понимать что рыночная капитализация играет роль в размере объемов которые нужны чтобы сдвинуть ту или иную монету тем не менее возвращаясь к цветам как эти когда вы спорите по поводу конкретных временных рамок что вы на самом деле делаете надо поговорить о том что такое отбор что это значит отбирать данные я вижу это финансах все время кто-то выбирает определенный временной промежуток чтобы сказать что их крипто или их акции чтобы то ни было показал себя лучше чем что-то другое поэтому оно должно быть лучше давайте посмотрим на данные до 2021 года итак если вы нормализуете возврат инвестиций доучкойна вот внедрение вы можете видеть что он существовал больше двух с половиной тысяч дней и он поднялся почти на 1000 x 1 я должен сказать от внедрения не 1 потому что когда он запустился он на самом деле пошел вниз перед тем как пойти наверх но почти на 1000 x от внедрения если вы поместите биткоин на этот же график что вы заметите да да уж он показал себя лучше чем биткоин недавно но если вы нормализуете его к тому моменту где начал биткоин доучкойн даже не близко к тому месту где биткоин доучкойн даже не на скромных 1000 x тогда когда в этой точке цикла биткоина он почти на два порядка выше чем то где сейчас доучкойн на самом деле смешно но нынешняя фаза в жизненном цикле доучкойна совпадает с пиком 2017 для биткоина в плане дней после внедрения это первое это данные вот что данные говорят если вы хотите быть честны вам надо вернуться назад и посмотреть на то как показали себя активы до доучкойн показал себя относительно хорошо но если вы нормализуете их от запуска биткоин поднялся на 10 в 6 степени икс кстати это логарифмическая шкала если вы не заметили то есть это 100000 10 тысяч 100000 миллион биткоин подходит к миллиону икс от внедрения доучкойн приближается к 10 в кубе и вы можете сравнить его с тем где биткоин был в то время что все равно больше чем на два порядка выше чем то где доучкойн теперь если вы посмотрите на современную теорию портфеля с которой я уверен питер шифт знаком и посмотрите на биткоин эфир и доучкойн и мы высчитаем коэффициент шарпа основываясь на исторических возвратах используя их как наши ожидаемые возвраты там есть конечно же некоторые предположения в плане исторической волатильности вы увидите что портфолио это 100000 симуляции мы также посчитали это используя квадратичное программирование если вы считаете для портфолио которые максимизируют ваш коэффициент шарпа или возвраты с поправкой на риски вы получаете 65 и 6 процента биткоин 25 и 4 процента эфир и для меня удивительно 9 процентов до луч и причина тому эти внушительные движения которые он периодически совершает итак что мы еще знаем ожидаемые годовые возвраты для портфолио который максимизирует ваши возвраты с поправкой на риски bitcoin составляет в нем почти 66 процентов и ваша ожидаемые годовые возвраты будут составлять более 100 процентов плюс-минус 65 процентов то есть пределах одного стандартного отклонения или 68 процентов ваш ожидаемый возврат может составить 101 процент плюс-минус 65 давайте просто скажем между 35 процентами и 165 процентами что в пределах одного стандартного отклонения это просто потому что bitcoin супер волателен у вас будут какие то годы которые ниже но большинство лет будут выше На что мы можем посмотреть дальше? А что насчет золота? Если вы проведете такой же анализ для золота, сереброплатины и палладия, вы получите портфолио с максимизированными возвратами с поправкой на риски, в котором довольно большая часть золота Вроде это было больше, чем 60%, но ваш ожидаемый возврат может составить только 6% Я должен сказать, что люди, которые держат биткоин, даже не вылезают из постели ради 6% Даже не вылезают из постели Итак, если мы вернемся и посмотрим на нормализованный график для биткоина и доучкоина Да, доучкоин показывает себя очень хорошо в последнее время Мы не спорим на эту тему Что мы говорим, это да, он показывает себя хорошо Но если вы нормализуете его к тому моменту, где был биткоин в той же точке его жизненного цикла Он был больше, чем на 2 порядка выше Итак, настоящий вопрос Это что, если вы поместите сюда золото и нормализуете его? Я не потратил много времени в поисках массивов данных о золоте, который уходит назад на сотни лет Я быстро нашел один, который уходит назад на несколько десятилетий Вы можете видеть, мы смотрим на более чем 13 тысяч дней его жизни Если бы я потратил на это больше времени, я бы, наверное, нашел данные за более ранние периоды Но, глядя назад на 50 лет или сколько там в итоге получается Что вы замечаете, когда нормализуете возвраты золота? Оно показывает себя нормально 10, 20, 30, 40, может 50 икс или около того Если вы вернетесь назад на несколько десятилетий А доучкоин наш вот тут В той же точке При этой нормализации Золото вообще почти ничего не делало в то время Доучкоин абсолютно улетает Так что Вопрос Не в том Лучше ли доуч биткоина Вопрос в том Лучше ли доучкоин золота Опять же Я уверен, что кто угодно, кто очень любит золото Скажет Эй Ты должен вернуться назад еще дальше Потому что мы знаем, что золото было всегда по сути Я могу вас уверить Что даже если мы вернемся назад еще на 100 лет Это не закроет эти несколько периодов разницы В возвратах с биткоином Этого просто не будет Так что давайте размечаем этот миф прямо сейчас Итак, когда мы замыкаем круг И возвращаемся назад посмотреть на твит Где он говорит, что доучкоин лучше, чем биткоин Из-за того, что часто биткоинеры говорят Эй Что такого хорошего в золоте? Биткоин продолжает давать стабильный возврат И он держит проверку временем Это лучшее средство сбережения, чем золото И посмотрите на историю цены Рынок свое сказал Итак, Питер Шив говорит, что если это так Тогда доучкоин лучше, чем биткоин Что он, по моему мнению, делает Это смотрит на очень короткий промежуток времени Для того, чтобы это имело какой-то смысл Вместо того, чтобы смотреть на картину То, что происходит с биткоином, доучкоином и золотом целиком Так что говорить, что доучкоин лучше, чем биткоин Глядя только на пару месяцев данных Никак не справедливо Так что вновь я вам говорю Вопрос не в том, лучше ли доучкоин биткоина Это факт, что на самом деле Измеряя таким образом, о котором он говорил Он в том, что мемная монета Альткоин, который, по сути, не имеет никакого применения Лучше, чем золото Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok